КОРОЛЬ Когда его государство превратилось в свалку, народ возмутился. Куда идут наши налоги? Почему с улицы исчезли творники трубочистов? Но король считал эти профессии лишними. Я на эти деньги лучше куплю себе арабского скопуна. И настал день, когда народу всё это надоело. Сколько можно терпеть это безобразие? Нам стыдно за родную землю. Мы делаем всё, что можем, отдаём последнее. А ты о нас не заботишься. Если вам что-то не нравится, я вас не держу. Как привык, так и буду жить. Ответил король. Людям ничего не оставалось, как покинуть королевство. Ну что ж поделаешь, не пропадём. И народ как один собрался и покинул смрадное государство. Чтобы обосноваться на новом месте и жить в чистоте и благополучии. Поначалу король обрадовался. Никто ему не беречь, не угрожает, делай что хочется. А помои мусор просто выбрасывали в окно. Но очень скоро произошло вот что. В заброшенном городе появились мухи, тараканы. На это изобилие насекомых и грязи налетели стаи птиц. Набежали мыши и крысы. А разжиревшие птицы и грузины привлекли из леса хищников, лис и волков. Увидев это, король не на шутку испугался. И скрылся в самой высокой и крепкой башне своего замка. И когда он понял, что зверьё не собирается покидать его владение, а наоборот опасность нарастает, он забрался на самый верх. И стал кричать, взывать на помощь. Но никто его не слышал. Может ему так и суждено было погибнуть в одиночестве. Если бы один из ребятишек, сидевший на ветке дерева, не увидел бедолагу, народ собрался и, посоветовавшись, отправился к нему на помощь. Изгнав непрошенных гостей, они увидели испуганного, исхудавшего короля. Простите меня, люди добрые. Спасибо вам за спасение. Я всё осознал и обещаю. Если вы вернётесь, то жить будете в чистоте и достатке. Если это твоё твёрдое слово, мы согласны. Обещаешь? Клянусь. С тех пор королевство стало процветать, а правитель и народ жить в мире и согласии. А королю-то нашему перемены пошли на пользу. Продолжение следует...